Губернатор Игорь Руденя посетил завод Shell в Торжке. На предприятии производится более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell. Глава региона осмотрел предприятие и обсудил реализацию нового инвестиционного проекта с генеральным директором ООО «Шеллнефть» Сергеем Стародубцевым. Роман Быков вместе со всеми также осмотрел производство. С 2012 года в Тверской области успешно работает завод, на котором производится до 80% смазочных материалов Shell, реализуемых в России. То есть с самого начала стало понятно, что в регион пришел крупный международный инвестор. Это дало Верхневолжью целый ряд выгод. Это новые рабочие места, высокотехнологичные рабочие места. Это трансфер на нашу территорию новых производств и технологий. Ну и, конечно, успешная работа предприятий – это всегда новые возможности для развития местных и областных бюджетов. Достаточно сказать, что отчисления в бюджет Тверской области в 2020 году составили более 272 миллионов рублей. В ближайшее время региональные власти намерены сделать все, чтобы еще больше увеличить объемы налоговых поступлений. Сделать это можно только за счет расширения производства, которое для России уникально. Торжокский завод Shell стал первым предприятием, которое эта транснациональная компания открыла в нашей стране. Ежегодно здесь производится до 200 миллионов литров смолочных материалов. А через два года их станет еще больше. Скоро здесь будет реализован еще один инвестиционный проект. И в результате производство увеличится до 300 миллионов в год. Именно строительству второй очереди этого предприятия и был посвящен визит губернатора. Перед началом переговоров Игорь Руденя внимательно осмотрел производство, которое поражает идеально отлаженным рабочим процессом, а также высочайшими требованиями по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды. Все то же самое будет и на второй очереди, которую планируют начать строить в мае текущего года. Власти Тверской области оказывают максимальное содействие проекту, за что руководство компании Shell Neft искренне благодарно. Например, когда потребовалось решить вопрос о расширении территории с Минобороны, которому принадлежат соседние участки земли. У нас стояли вопросы по согласованию. Я хотел бы отгрузить благодарность за помощь, за ваше письмо в адрес Министерства обороны. Мы получили согласование от наших соседей на добро, на расширение завода. Поэтому ждем сейчас заключения главного экспертиза на проектные работы. Объем инвестиций при строительстве второй очереди составит до 6 миллиардов рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления не менее 100 миллионов. Объем выпуска смазочных материалов вырастет в полтора раза, а муниципалитет получит 500 новых рабочих мест. Но это не все. В планах создание образовательного кластера на базе Торжокского промышленного гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. В ближайшее время запустить образовательный кластер при участии университета нефти и газа, наших технических профессиональных образовательных учреждений, которые функционируют на территории города Торжка, ну и, конечно, создать практическую базу для обучения, для прохождения практики на территории Торжокской агломерации и вообще на территории Тверской области. Обе очереди Торжокского завода «Шелл» станут главным элементом инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера, который появится здесь. Этот вопрос также обсудили на совещании. В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается разместить склады и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки.